К соцсетям прописали критерии противоправной информации, то есть теперь будет внесено, наверное, в закон, или это в рамках приказа, ну там пока размещен на федеральном портале проект нормативных правовых актов, где, значит, вот описывается, что такое противоправная информация в соцсетях, очень интересно, ну там детская порнография, способ совершения суицида, призывы к тому, методы изготовления использования наркотиков, перетехнических веществ, местных продаж, выращивания наркосодержащих растений, реклама азартных игр, дистанционные продажи алкоголя, которая запрещена в РФ, призывы к участию детей в противоправных действиях, то есть в протестах, и не детей, а молодежи, вообще призыв, просто призыв, они будут интерпретировать как незаконный, опасных для жизни и здоровья, благодаря кому они опасны? Благодаря полиции, представьте, там не было полиции, вышли бы люди с протестом, что там могло случиться опасного для жизни и здоровья? Не цензурное оскорбление человеческого достоинства, а не цензурное оскорбление человеческого достоинства, нравственность и публикации с явным неуважением к обществу, а вот это вообще отлично, что такое явное неуважение к обществу? Общество, надо собрать общество, он нас не уважает, или как, или какой-то хрен с горы магнитной будет сам определять, что является уважением к обществу, а что не является к государству, к официальным госсимволам России, ее конституции и властям, властям, многих властей, То есть вот судью послал нахер, это уважение или неуважение? В интернете, в соцсетях, это могут за это привлечь? Призыв к массовым беспорядкам, экстремизму, несогласованным акциям, недостоверной информации, вот это вообще прелесть, по их мнению она недостоверна, у Путина есть дворец, достоверна или нет? По их мнению она недостоверна, а по моему мнению стопроцентна. Они отравили Навального, по их мнению это недостоверны, по моему мнению это достоверны. Путин со своим братом через датский банк украл 237 миллиардов долларов через его отделение в Эстонии, по их мнению недостоверны, а по моему мнению 100% достоверны. Путин 2 миллиарда украл с Ралдугином через эти, господи, панамские офшоры, а их мнение это недостоверно, а по моему мнению это 100% информация, ну и так далее. Что тут говорить? Помехи работы объектов транспортной и социальной инфраструктуры и так далее. Представляете, если в законе будет и так далее. Вот это нельзя, это нельзя и так далее. А я думаю, что они скоро и уголовные статьи будут так применять. То есть, там будет написано в норме права, будет написано, то есть, гипотеза, диспозиция, в которой будет написано и так далее. И санкция там, высшая мера наказания за вот это, это, это и так далее. Охренеть. Я честно говоря, как юрист, я просто охреневаю в последнее время. Ну, в последнее время это лет уже около 20 и просто охреневаю. Вот в Ельцинский период не было такого состояния охренения, потому что так беспощадно не нарушался закон, не нарушались общие принципы, да, правовые. А сейчас просто их нет. Единственный правовой принцип – это Путин, да, его воля, воля фюрера, блядь, сраного. В России соцсети обяжут отчитываться о количестве посетителей. Ну, зайди и посмотри, количество просмотров. Там надо специально будет на бумажке, а то они же не умеют. И, видишь, Путин, помните, там рассказывал Песков совершенно официально, что Путин все знает и очень следит по интернету, а ему дают из телеграмма распечатки на бумаге. Телеграмм каналов различных, да, и групп распечатки на бумаге. Можете себе представить? Знаток интернета, Путин, блядь. Вот меня просят ответить на вопрос. Прислали твит Антона Семакина, который очень много лайков собрал. И он пишет. Ну, что я ответил? Я ответил, что в прекрасной России будущего на ступеньках Совета Федерации не будет стоять бомжового вида Людмила Нарусова вместе со своей дочуркой, потому что они будут сидеть. А Совет Федерации вообще не будет. Нахер нам Совет Федерации? Вы что, сами себе не Совет Федерации? Зачем нам? Вот представьте, какая-то Нарусова в Совете Федерации принимает какие-то решения от вашего имени. Кто такая Нарусова и почему она должна от вашего имени принимать решение? Кто такой Путин? Почему от вашего имени он должен грабить Россию? Продолжение следует...